Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читаются два евангельских отрывка. За пятницу, глава 4, стихи из 22 по 30 от Луки. И субботняя, того же евангелиста, глава 4, стихи из 31 по 36. Послушаем это евангельское означала в прочтении Отца Александра. Во время Оно сниди Иисус в Капернаумград Галилейский, и бе уча народы в субботы, И ужасахуся о учении Его, Яко со властью и без слова Его. И в сонмище бе человеком, и духа беса нечиста, И возопи глазом вели им глаголя, Оставить, что нам и тебе, Иисусе, на зарянине, Пришел и си погубите нас, Вемте, кто и си святый Божий. И запрети Ему Иисус глаголя, Примолчи и изыди из Него, И поверк Его бес посреде, Изыди из Него, никакоже вредив Его. И бысть ужасно всех, Истязахуся друг ко другу глаголюще, Что слово сие, Яко властью и силою велит, Нечистым духовом, И исходят. Предлагаю прочитать этот текст В русском синодальном переводе. И пришел в Капернаум, город Галилейский, И учил их в дни субботние. И дивились учения Его, Ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, Имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом, Оставь, что тебе до нас, Иисус на зарянин, Ты пришел погубить нас, Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Иисус запретил ему, сказав, Замолчи и выйди из него. И бес, повернув его посреди синагоги, Вышел из него, Немало не повредив ему. И напал на всех ужас, И рассуждали между собою, Что это значит, Что он со властью и силою Повелевает нечистым духом, И они выходят. Господь приходит в город Под названием Капернаум. Нам хотелось бы узнать О Капернауме как можно больше, Или хотя бы столько же, Сколько о Назарете, Но мы даже не знаем Точного места расположения На берегу Галилейского озера, Города, в котором Иисус Христос Совершил столько великих деяний. Некоторые исследователи предполагают, Что свое название город получил От словосочетания Кафар-Нахум, Что переводится как деревня Наума. В сочинениях Иосифа Флавия Это наименование звучало Как Кафар-Наум, А блаженный Феофилакт В толковании на Евангелие Переводит название как Дом утешения. Наум от еврейского Нахум значит утешенный. Город был основан Примерно около двух с половиной тысяч лет назад. К первому веку нашей эры Он процветал благодаря Своему местоположению На границе государства Иродантипы. Через Капернаум Капернаум пролегали торговые пути От побережья Средиземного моря До Сирии и Малой Азии. После завоевания Израиля римлянами В городе стоял отряд легионеров. Капернаум был местом рождения Апостолов Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Именно сюда пришел Господь После того, как оставил Назарет. И город стал центром Проповеднической деятельности Христа. Здесь Он совершил многие своих чудес. Исцелил лежащую в горячке Тещу апостола Петра. Призвал к апостольскому служению Матфея. Исцелил находящегося при смерти Слугу римского сотника. Но сегодня мы становимся Свидетелями другого чудо-спасителя. Исцеление бесноватого в синагоге. Власти и чудеса Иисуса из Назарета Изумляли народ. И это неудивительно. На Востоке было много людей, Обладавших способностью изгонять демонов. Но они пользовались при этом Таинственными и непонятными средствами. Встречается, к примеру, подобное описание. Чародеи подвешивали к носу больного кольцо. Читали длинные заклинания. А потом в поставленном рядом тазике с водой Вдруг раздавался всплеск. И нет демона. Как отличаются эти дикие атрибуты От одного единственного повеления, Произнесенного Христом. Людей поражал огромный авторитет спасителя, Который был чем-то совершенно новым. Раввины в процессе обучения Подкрепляли каждое свое утверждение цитатами. Они всегда говорили Есть пословица, что или Такой-то раввин сказал то-то. То есть всегда взывали к авторитету. Когда говорили пророки, Они заявляли Так говорит Господь Бог. Иисус же говорил Я же говорю вам. Ему не нужен был иной авторитет, Чтобы подтвердить свои слова. Авторитет и власть Были воплощены в нем. Итак, после проповеди Христа в синагоге В одном из слушавших Обнаружился бес, Который закричал Оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Нечистый дух ощущал божественную благодать, Исходящую от Христа. И вольно или невольно Засвидетельствовал святость Спасителя, Называя его святой Божий. Но Господь никогда не принимал Свидетельство о себе от злых духов. Поэтому запрещает ему, говоря, Замолчи и выйди из него. И бес, повернув его посреди синагоги, Вышел из него, Немало не повредив ему. Блаженный Феофилакт рассуждает, Знай же, что и ныне Многие имеют бесов, Именно те, которые Исполняют пожелания бесов. Например, кто гневлив, Тот имеет беса гнева. Но когда придет Иисус в синагогу, То есть, когда ум Будет сосредоточен, А не рассеян, Тогда скажет бесу гнева, Да сели неукротимому, Замолчи. И он тотчас выйдет из человека, Повернув его на средину. Что же значит бросить на средину? Знай, человек должен быть Несовершенно гневлив И раздражителен, Ибо это свойственно диким животным, Несовершенно безгневен, Ибо это свойственно бесчувственному. Но идти средним путем И иметь гнев против злобы. И так, когда дух лукавый Бросит кого-нибудь на средину, То уходит от него. В сегодняшнем евангельском чтении Нам открывается Великая сила слова Иисуса Христа. Он спаситель, дарующий жизнь. Мы с вами, Слушая каждое слово Господа, Постараемся сохранять его В своем сердце и уме, Чтобы этим словом Божьим Противостоять любому бесовскому искушению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok